В социальной сети в группе, где жители Фурманова активно обсуждают последние новости, одной из жарко обсуждаемых тем стало появление лисы в нашем городе. Рыжую красавицу даже запечатлели гуляющей в летнем саду. Также ее видели в разных частях города. Кто-то ее даже погладил, а вот для некоторых эта встреча закончилась укусами и далее визитом к врачу. В их числе и ученица девятого класса Фурмановской школы Екатерина. Вот что она рассказала по телефону. Это все произошло 12 октября, примерно в 17.26. Я шла по тропинке возле Возрождения 14, разговаривала по телефону и в этот момент почувствовала, как будто сзади подбегает собака. Оборачиваюсь, смотрю лиса. До этого я слышала то, что их видели в городе и не раз. И пока об этом думала, она уже успела меня укусить и убежала. Что я почувствовала в этот момент? Боль и какую-то неожиданность, потому что я впервые с этим столкнулась в своей жизни. Обратилась сразу в первую поликлинику. Там меня направили в детскую областную больницу. В детской областной больнице мне сделали прививку и сделали перевязку. Дальше меня направили в Фурмановскую больницу, сказали делать прививки каждые три дня. Сколько всего лис проживает в городе, этого, наверное, не знает никто. В соцсетях жители пишут, что целый выводок этих хищников замечен на улице Лесной. Кстати, лиса была замечена еще в прошлом году, летом в районе автовокзала. Однако, обсуждая встречу с лесным зверем, фурмановцы замечают, что просто так он не придет к людям только в случае болезни. С этим утверждением полностью согласен охотник Сергей Евграфов, который предупреждает, что держаться от лесных зверей нужно подальше. По его словам, в последние годы дикие звери все чаще идут на контакт с человеком. Раньше была так называемая буферная зона, когда были колхозы, совхозы, обрабатывались поля. Лисица обитала там, питалась мышами, еды их хватало. Сейчас поля заросли, и лиса в поисках пищи идет в города. Что касается летнего сада, по всей видимости, вот эти лисы пришли с территории второй фабрики, я так думаю, потому что когда в свое время я наблюдал там, лисы просто там жили на территории второй фабрики, выводили потомство. И что еще влияет, какой фактор? Раньше охотники контролировали отстрел был лисицы. Это был объект охоты. Пушнина все-таки сдавалась, ценилась. Сейчас лисой никто не занимается. Все переключились на лося, кабана, а лиса, как объект охоты, потеряла значение. Размножилось очень много ее. Некрасы часто вот я встречал. Это не только лиса. Бобр в городе уже. Выдру я наблюдал вот у территории второй фабрики на речке, андатра. Но наиболее опасность представляют, конечно, вот платоядные. Это лиса, янотовидная собака, хорек, норка. Они подвержены таким заболеваниям, как бешенство, самое опасное для человека. Какое поведение вызывает тревогу, например, у лисы в частности. Лиса, как дикий зверь, она не должна подпускать человека. Она держится на определенной дистанции. Если по какой-то причине лиса рядом подходит к человеку, то это уже нужно делать вывод, что у него не все в порядке. Бешенство это такое заболевание, которое поражает нервную систему, головной мозг лисы. И она ведет себя неадекватно. Она начинает ласкаться, она прижимается, как бы ласкается. А потом у нее неожиданно происходит агрессия. Она может укусить. Какие признаки? Ну, мы к лисе не будем присматриваться на признаки. У него расширенные зрачки, прижатые уши, повышенное, если у него течение такое. Вот это основные признаки. И, конечно, если где-то встретить такое животное, ни в коем случае нельзя близко подходить. А уж тем более иметь контакт с ней, гладить, это вообще противопоказано. И не только лиса в городе. Вот я встречал и хорьки есть, и норки. Они тоже подвержены этим заболеваниям, тоже могут выйти на контакт с человеком. К сожалению, как нам стало известно, лиса действительно оказалась больной. Накануне ее мертвой у своего дома на улице Советской обнаружила жительницу города, которая и прислала в редакцию эти фотографии.